Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Reigns. И вот сейчас у нас уже будет править третий король. Так, ну-ка, второй король у нас был мудрецом. Первый молодым, хотя я говорил, что он не молодой в начале. 9 лет, 12 лет, и... Следующий у нас король, его зовут Джеймс, и он, кстати, чародей. Очень интересно. Итак, мы встретили ведьму с вами, но не победили еще на дуэли, и также не встретили дьявола. Ну, наверное, встреча с дьяволом будет весьма интересной. Так, ну что, погнали! Тогда без лишних слов. А, погодите, в прошлой серии мы как раз наиграли за чародея, и 14 лет мы были у власти. Я даже и не знал, что я чародей. И опять мы без денег остались, казна опустела. Так, ну, теперь следующий король. Лучший счет, это понятно, конечно, но 14 лет это мало. Теперь я вроде понял основы, и надеюсь, мы с вами побольше будем. Жить. Так, четвертый король Уильям. Непонятно, кто он. Так, и новая заданница у нас пропасть в подземелье. Попасть, может быть? Пропасть в подземелье. Окей, тут есть подземелье, интересно, интересно. Итак, начинаем. Милорд, вы не желаете поохотиться на кабанов? Ну, даже не знаю, в Игре Престолов охота на кабанов плохо закончилась, так что нет, спасибо. Я лучше без охоты. Одно из ваших решений убьет тысяча невинных, которые нет. Какое решение? О чем ты говоришь? Может он скажет, которое? Мой король, кажется, ваша армия не следит за гигиеной. Нужно потратить немного денег на решение этой проблемы. Так, немного денег. Давайте. В принципе, деньги пока есть. Армию нужно содержать. Мы слышали о молодой принцессе, которая против ее воли держит в замке Дарк Рок. Коня мне! Или очевидно это ловушка. Не, я с собой рисковать не буду. Очевидно это ловушка. Так, урожай ужасный, люди голодают, Сир. Умоляю, снисти налоги. Блин, ну здесь спорное решение. Я, конечно, могу снизить налоги, но казна, соответственно, опустеет. Блин, ну тогда люди погибнут от голода. Даже не знаю, даже не знаю. Нет, наверное, мы не будем снижать налоги. Это слишком рискованно. Надеюсь, все не помрут. Да как ты смеешь. Корабль на карантине. Возможно, это чума. Закрыть на карантин весь порт? Да. Если чума проберется дальше, то мы точно всех людей потеряем. Так что да, закрывайте. Я бы хотел встретиться с некоторыми моими друзьями, учеными с западом. Здесь, в вашем замке. Так, слушайте, а это мне влетит в копеечку или нет? Похоже, да. Так что денег у меня мало, так что нет. Чувак, туси со своими друзьями где-нибудь в другом месте. Так, вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Да. Я Леди Ляна. Я могу помочь вам понять законы природы и границы человечества. Леди Ляна, как-то подозрительно ты выглядишь. Будь осторожна, кажется, ты будешь полезна. Ну, надеюсь, ты будешь нам полезна. Давайте возьмем ее. На нас напали викинги. Нужно оборонять страну с севера. Так, так, так. Ну, армии у нас достаточно. Блин, ну напасть, какой смысл нападать? Нужно обороняться. Нужно обороняться. Да, будем обороняться. Сир, ваша моча пахнет редодендронами нынче утром. Лучше вам пока не ездить верхом. Эммм, окей. Слишком много нужно казнить. Мне требуется помощь армии. Так, ну, с армией у нас все нормально, так что да. Милорд, почувствуйте райский вкус этого пирога. Слушай, а вдруг ты меня отравить хочешь, мразь? И спазмы в животе. Нет, пошла-ка ты в задницу. Я бы хотела открыть пару лавок с моими товарами и заклинаниями. Ну... Ладно. Думаю, все будет хорошо. Так, и тем временем мы уже 14 лет у власти уже побили. Ну, практически. Наш рекорд предыдущий. Милорд, в вашем замке бушует пожар. Спасайте гарнизон, спасайте сокровищницу. Блин, ну придется спасать сокровищницу. У нас очень мало денег в казне. Спасайте сокровищницу. Нам нужно больше защиты. Варвары из восточных баронств уже на границе королевства. Так. Ну, блин, у меня нет денег на защиту. Придется как-то без защиты вам, ребята. Так, ну... Времена смуты наступает. Нет. Блин. И в моей армии теперь вообще практически никого нету. Так. Ваше королевство обеднело и ослабло. Мой великодушный друг им может предложить помощь бесплатно. Хм. Можно ли ему доверять? Можно ли ему доверять? Ну, давайте. Раз бесплатно. Чувствую, он что-то захочет потом все-таки взамен. Так, во, уже получше стало. Устье реки Капля опасное болото для путников. Нам нужно хорошенько его почистить. Ээээ... Да. Или нет. Блин. Ну, лучше, конечно, почистить, чтобы народу побольше было. Ладно, давайте почистим. Хоть и денег мы с вами потратим. Произошел массовый побег из тюрьмы. Нужно организовать розыск. Нет, сейчас розыском мы, наверное, не будем заниматься, потому что мы потеряем кучу солдат. У нас и так дефицит. Так что нет. Королевство Юга предлагает объединить силы против викингов. Я верю им. Но я не верю тебе. Блин, ну я, конечно, объединил наши силы. Да. Союз — это всегда хорошо. Будем надеяться, что они нас не кинут потом. Я бы хотел провести новое исследование легендарного превращения свинца в золото. Вы дадите мне денег? Ну, блин, чувак, у нас и так проблемы с деньгами. А ты еще хочешь просто так тратить наши деньги? Наверняка у него нихрена не получится. Так что нет, чувак, давай повременим с этим. Так, отлично, мы 20 лет уже правим. Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Из белой магии? А мне нужно на это деньги потратить или что? Блин, белой магии, наверное, пригодилась. Это же не черная магия. Не знаю, давайте попробуем. Да, ну денег мы немножко потратили. Но сначала нужно убедиться, что не зря потрачу время. Ну, окей. И как ты хочешь это сделать? Произнесите святое слово «зганду» на восточный манер. Абуб. Зламбу. Откуда я знаю, блин? Ну, не знаю, вряд ли зламбу. Абуб. Ну, это совсем другое слово. Хотя, может, на восточном манере так это слово и звучит. Абуб. Ну, не знаю, давайте теперь рискнем и произнесем зламбу. Это неверный ответ. Ну, блин. Потратили кучу денег с вами впустую. Да, так и знал, что здесь будет подвох. Окей. Королева Юга желает помочь нам в отражении нападения. Эм... Ну, я не против. Победа! Викинги побеждены. Нам убить пленных? Никакой пощады или отпустить их? Если я отпущу, я потрачу деньги, что ли? Ну, да, наверное, будет больше расходов, но больше народа у нас будет в итоге. Так что нет, никакой пощады. Пусть другие королевства боятся. У нас серьезное королевство. Все наши катапульты испорчены. Найти предателя и бог нас защитит. Да, найти. Найти предателя. Рекс жалобно скурит. Что-то не так. Погладить собаку? Пнуть собаку? Нет, пинать я собак не буду. Я люблю собак, так что погладить собаку. Ой-ой-ой, друзья, что это такое? Эффект проявляется каждый год. А, это эффект, который на нас наложил дьявол или что? Время вышло. Пространство безумно. Вот оно. Снова оно. Ваш рот зарастает, будто его никогда и не было. То есть сейчас я не смогу отвечать вообще на вопросы? Блин, жесть какая. А, да, смотрите, 666 год. Ну, все понятно. Так, окей. Маленький король. Маленькая марионетка. Рекс, что с тобой? Рекс, нет. Рекс, очнись. Никаких слов. Нет, Рекс, нет. Мало мыслей. Болтун, ты петушина. Сломал там чьё-то армию моей. Много смертей. Несколько веков назад ты просил о вечной власти в обмен на твою душу. Чего? Я реально такое просил? Окей. Будем с этим мириться. Хорошо, что не о вечной жизни. Каждая твоя смерть приятна. Но ещё приятнее выбор, который я позволю сделать тебе сейчас. Тебе сделал сейчас, точнее. Окей. Иди, маленькая марионетка. Увидимся через 666 лет. Я не понял, мне нужно теперь молчать 660 лет или что? Так, ну отлично, мы с вами встретили дьявола. Замечательно. А, эффект какой-то проявляется каждый год, то есть... Не постоянно, да, я так понимаю? Следующий, кого... Ага, вот оно что. Пожелание смерти. Следующий, кому вы скажете да, умрёт. Окей, так, ну у нас с королевством всё более-менее стабильно. 26 лет мы у власти. Так, ну что, посмотрим, как это повлияет. Я проклинаю тебя за расправу над моими войнами. Это кто такой? Сильборо Каратель. Чё, ты кто такой вообще? Ты теперь мой раб? Да как ты смеешь? А я должен сказать только да, типа? Или вот да как ты смеешь, это подойдёт. Там же да есть или нет? Ты теперь мой раб. Да как ты смеешь, давайте скажем. Война это долго и болезненно. Скомандуйте прекратить войну. Ааа, нет, нет, нет. Войны должны быть. Без войны никак, дружище. Милорд, не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Защищайтесь. Нет. Ну давайте пофехтуем, попрактикуемся. Надеюсь, он нас не зарубит. Этот генерал полон. Вы похожи на безрассудного червяка, который пытается победить орла. Точнее на куропатку с мечом. Эм, что? А, это типа отступить, это напасть. Практиковать защиту. Тактическое отступление. Помни, где у твоего меча острый конец. Не хочу, чтобы ты поранился прежде, чем я тебя проткну. Рад, что ты так боишься. Так, смотрите. И контратака. Оп. Теперь я буду защищаться. Что ты будешь делать? Так, нужно снова отступать. А где он делся-то? Как страшно. Давайте отступим. Это будет трудно парировать. Будьте осторожны. Хотел бы я разъяренные вепри. Так, блин, ну не знаю. Он сейчас атаку вроде, да? Какую-то мощную свою попытается провести. Так что, наверное, будем защищаться. Так, и что? Я все, что ли? Мда. Я, похоже, просрал. Помни, где у твоего меча острый конец. Не хочу, чтобы ты поранился, прежде чем я тебя проткну. Ты уже это говорил. Истовая молитва. Надеюсь, он меня не убьет. Молитва, помоги мне. Повезет в следующий раз, милорд. Хотите научиться? Я хочу научиться. Но, блин. Я так понимаю, будут сейчас расходы. Ладно, давайте попробуем. Фехтование зависит от вашего выбора. Атака должна быть блестящей и напористой. А защита хитрой и коварной. Продолжай. Если вы защищаетесь, у вас появляется шанс использовать особый прием. Продолжай. Смотрите на своего противника. И тогда вы узнаете новые приемы и выпады. И все? Ну, блин, зря деньги только потратил. А, или можно попробовать снова. Давайте попробуем снова. Никогда не пытался подработать на своем исключительном умении махать метлой. Я сделал на этом состоянии. И я тебя в порошок сотру. Так, ну пока, наверное, нападать не стоит. Или я что-то неправильно делал. Я, наверное, не до конца понимаю. Это будет трудно парировать. Будьте осторожны. Хотел бы я... Ну, давайте вот теперь нападем. Он готовит атаку. В прошлый раз я пытался защищаться, отступать. Может мне отступать, типа, некогда. У меня есть куда, на самом деле, отступать. Так что давайте еще раз отступим. Че он там показывает? По заднице сейчас себя сошлепает. Твоя мамочка гордилась бы твоим умением вязать. Только не моя мамочка. Из тебя выйдет хороший джемпер. А че, это, типа, и то, и то защита? Давайте про джемпер сказать о нем. В любви и на войне все средства хороши. Разъяренный вепрь. Но сейчас он защищается. Ну, давайте попробуем атаковать. Оп. Мечи скрестили. Никогда не пытался подзаработать на своем исключительном умении махать метлой. Ты уже об этом говорил. Давайте продолжаем атаку. Продолжаем атаковать. Так, вот, отлично. В любви и на хорошей войне все средства хороши. Это все слова. Так, ну что, мы переходим тогда на нападение. Решающий удар. Мы сбили его с ног. Ну-ка. Ах ты мразь! Какой-то сюрикен в меня кинул. Ну, не сюрикен, конечно. Кинжал, я что-то не знаю. Нож какой-то. Твоего низорта скорее убьет кого-нибудь, чем вот эта зубочистка. Так. Что это? Какой-то выпад непонятный. Назвоняет, когда я тебя сожру. Уверен? Подойди-ка поближе. Не очень. Я понимаю, как это работает система. Но давайте вот это вот выберем. Так. И он то же самое, по-моему, выбрал. Я буду нападать. Попытайся. Когда это. Так. Ну что. Мы либо отступаем опять. Либо что-то непонятное. А, либо бьем и ставим щит, да? Нет, нужно отступать. Так. Вы похожи на безрассудного червяка, который пытается победить орла. Так. И вот теперь разъяренный вепер. Оп. Блин. Опять ничего не получилось. Теперь я буду защищаться. Что ты будешь делать, говоришь? Как страшно. Ну-ка. Вот. Отлично. Наконец-то я победил. Вы победили, милорд. Но на самом деле я не до конца все равно понял. Ну, вроде можно побеждать. Новичкам везет. Хотите знать, как стать еще искуснее? Так ты мне уже все рассказал. Нет. Все. Хватит. Блин. Куча бабок на тебя потратил. Сеньор. На нас напали. Бродяги наводнили улицы. Бродяги, говоришь? Вышварнуть их. Эм, блин, ну не знаю. Бродяги меня потом не убьют. Ладно, пока не будем их трогать. Пока не будем. Пойдем вместе на весенний фестиваль. Я могу пригласить своих милых подруг, чтобы развлечь иностранных гостей. О-ля-ля. Конечно. Конечно. Блин, денег только немного потратили. Так. В том же году нашли труп. Тело было явно рассерзано и отвратительно раздулось. Погодите, и что это значит? Значит, это она кого-то пришила, что ли? В том же году нашли труп. Так. Ну и я это запомню. Значит, этой бабе, наверное, нельзя доверять. Мы, кстати, в подземелье так и не попали. 31 год, кстати, уже в власти. Мы хотим построить новый рынок. Это откроет нашу экономику для международной торговли. Да, рынок это хорошо. Международная торговля это тоже будет замечательно. Только вот в казне у нас все меньше и меньше денег. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Это лучший способ закончить войну. А, погодите. Да мне кажется, доперло. У меня же был эффект от дьявола. Типа, кому я скажу да, тот помрет. И, видимо, та дама померла. Это про ее растерзанный труп, наверное, говорилось. Я что-то совсем про это забыл. Вылицел из головы. Но теперь у меня вроде этого эффекта нет. Я могу отвечать, что захочу. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Это лучший способ закончить войну. Так, ну что, давайте пока закончим на время войну. Потом, если что, будем заново начинать ее. Послание гласит. Островитяне угрожают нам. Мы должны напасть на них первыми. Ну вот и следующая война. Недолго был мир. Да, будем нападать первыми. Королева Фелисия обожаемая людьми и армией. Дайте ей больше власти. Ну блин, я уже одному чуваку дал власть. В итоге он разговнился что-то. Ну ладно, давайте рискнем. В этом деле нельзя перестраховаться. Нужно нанять больше солдат. Нет, чувак, у нас денег нет. Блин, и куча солдат ушло просто. Просто замечательно. Милорд, я мастер Куртене, мастер гильдии купцов. Примите подарок в знак нашего расположения. Да, денег у меня нету. Да, берем просто. Просто загребаем себе эти подарки. Слава королю! Сегодня вам исполняется 50 лет. Да, да, уже 50. Ваша жена втайне влюблена в кого-то другого. Да мне наплевать на самом деле. Главное, чтобы она не ушла к нему. Давайте спросим, кого. Зерно сильно подешевело, милорд. Нужно регулировать цену на хлеб. Так, сильно подешевело. Ну, нужно удвоить, нужно удвоить. Так, 40 лет мы уже правим. 41 год. Милорд, похоже, у вас проблемы с дыханием. Вы в порядке? Не знаю, не знаю. 50 лет мне все-таки уже. Или сколько уже больше, наверное. Ну, скажу да, чтобы меня не попытались свергнуть. Вдруг прознают о моих болезнях. И попытаются меня с трона свергнуть. Так что да, все нормально, все нормально. Милорд, вы умираете от старости. Вам осталось жить несколько лет. Я, я... Нет, нет. Я не хочу умирать. Так хорошо правил. Милорд, волки пожирают наших детей. Мы можем начать охоту на них. Я лично. Ты преувеличиваешь. Давайте хоть помрем, как герои. Я лично этим займусь. Я побежал на охоту. Может, мы в пещеру, кстати, попадем. Во время охоты с вами произошло ужасное происшествие. Вы истекаете кровью. Дайте мне отдохнуть. Вот так и погиб король Вильям Древний. Видимо, из-за того, что он прожил очень много. Защищал свое королевство от волков. Вы умираете в своей постели. Через несколько дней многие вас оплакивают. Ну, это пока лучший король. Что ж, а на этом мы закончим. Пока игра на самом деле мне нравится все больше и больше. Так что, думаю, мы продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Продолжение следует...